Всем привет! Меня зовут Владимир Петров и вы смотрите очередной выпуск Кинохроники на Интеро ТВ. Сегодня в программе кинофестиваль «Лента памяти» в Доме кино. Алексей Учитель снял «Боевик», режиссеру Уэссу Андерсону исполнилось 45 лет. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. С 5 по 11 мая в Екатеринбургском кинотеатре «Дом кино» проходит кинофестиваль «Лента памяти», приуроченный ко Дню Победы. Программа фестиваля включает в себя несколько фильмов, посвященных участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Всего в рамках кинофестивального проекта «Лента памяти» Дом кино продемонстрирует любителям кинематографа 5 фильмов о войне. Показ картин начался в понедельник и к сегодняшнему дню кинозрителям уже были показаны лента «Радуга» 43-го года выпуска и «Офицеры» 71-го. Завтра, 9 мая, состоится сеанс легендарной ленты Станислава Ростоцкого «О зоре здесь тихие». В субботу будет продемонстрирован совсем свежий фильм. Прошлого года «Цель вижу» режиссера Евгения Цокурова, который посвящен женщинам-снайперам. А завершится проект в воскресенье показом картины Андрея Малюкова «Матч» с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской в главных ролях. Все сеансы начинаются ровно в 12 часов дня. Традиционно предпраздничный уикенд не сулит российскому любителю кинематографа никаких особенно мощных премьер, учитывая желание людей провести эти дни в атмосфере семейного праздника. Таким образом, те, кто все же найдет время выбраться в кинотеатр, предстоит выбрать между легкой детской анимацией, фильмом ужасов, якобы основанным на реальных событиях, и совершенно непритязательным боевиком Алексея Учителя. Наиболее привлекательной премьерой недели выглядит мультфильм под названием «Кот гром и заколдованный дом». В этой картине рассказывается о потерявшемся рыжем коте, который попадает в дом старого фокусника, наполненный всевозможной магией и волшебством. Вскоре Гром и его новые друзья выясняют, что племянник хозяина хочет тайком продать столь удивительный дом, и тогда волшебные существа решают дать отпор преступным намерениям алчного родственника. Судя по трейлеру, зрителей ожидает милая яркая картина, которую можно посмотреть всей семьей, не опасаясь, что ваш ребенок заскучает или испугается. Как это обычно бывает, в случае с западными анимационными фильмами, российская озвучка сделана на достаточно высоком уровне. Свои голоса героям мультфильма подарили известные актеры и юмористы Александр Якин, Людмила Артемьева, Михаил Башкатов, Роман Юнусов и Федор Добронравов. Любители фильмов ужасов также могут найти себе занятия по душе в этот уикенд. Ведь на экраны выходит новый фильм режиссера Джона Пога под названием «Эксперимент зло». Если быть до конца честными, то оригинальное название этой картины, «The Quiet Ones», можно перевести как «Тихие люди». Однако сотрудники студии-прокатчика «Эй Компани» решили вставить в российское название отсылку к довольно популярному немецкому фильму «Эксперимент». Вообще, это уже успело стать традицией привлекать в кинотеатры дополнительную аудиторию, пользуясь словом «Эксперимент», когда речь идет о фильмах, поставленных по реальным событиям. Так было в 2008 году с фильмом «Волна», а потом в 2012 году с картиной «Повиновение». Однако, если в этих двух случаях речь действительно шла о более или менее реальных событиях, то вот картина «Эксперимент зло» на первый взгляд кажется не более чем очередной спекуляцией на тему полтергейстов, призраков и духов, вселившихся в тело несчастной жертвы. В любом случае, в темном зале кинотеатра смотреть этот фильм наверняка будет страшновато, а ведь именно это является конечной целью подобного рода картин. Наиболее значимой премьерой российского кинематографа в этот четверг стала новая картина известного режиссера Алексея Учителя под названием «Восьмерка». Доподлинно неизвестно, по какой причине Алексей Учитель снял настолько откровенно коммерческий и развлекательный фильм, как «Восьмерка», ведь до сего момента режиссер не был замечен в подобного рода деятельности, снимая крепкие и суровые драмы типа «Края» с Машковым или наоборот малобюджетные приятные безделицы типа «Прогулки». Однако факт остается фактом, картина «Восьмерка» расскажет кинозрителю полную адреналино историю о любовном треугольнике и противостоянии бойцов спецназа с членами бандитской группировки. Однако не будем ставить хвост впереди собаки и судить о фильме «Восьмерка» исключительно по бодрому трейлеру и глянцевому постеру. Все-таки Алексей Учитель, безусловно, талантливый режиссер, а значит «Восьмерка» вполне может оказаться хорошей драмой с несколько рисковатой пиар-компанией, направленной на привлечение внимания массового зрителя. 1 мая свой 45-летний юбилей отпраздновал один из самых самобытных режиссеров современного кинематографа. Знаток теплой ламповой атмосферы и обладатель ни с чем не сравнимого стиля. Уэс Андерсон Уэсли Уэльс Андерсон родился в 1969 году в Хьюстоне, штат Техас. Он был вторым из трех братьев в семье, а его родители развелись, когда Уэсу было 8 лет. Вплоть до поступления в университет штата Техас на факультет философии, будущий режиссер и не предполагал, что ему суждено будет связать свою жизнь с миром кино. Однако именно в стенах университета ему повстречался Оуэн Уилсон, который уговорил Андерсона поучаствовать в съемках короткой 15-минутной картины под названием «Бутылочная ракета». Через год этот же сюжет лег в основу полноценного полнометражного фильма, который абсолютно неожиданно принес Андерсону престижную премию MTV Movie Awards. С тех пор, вот уже 20 лет, Уэс медленно, но верно поднимается на вершину мирового кинематографа. Год от года радуя своих поклонников новыми оригинальными находками и экспериментами. Особое место в фильмографии Андерсона занимают такие картины, как «Семейка Тенебаум», мультфильм «Бесподобный мистер Фокс», «Королевство полной луны» и недавно вышедший в прокат фильм «Отель Гранд Будапешт». 119 лет назад, 7 мая 1895 года, русский физик Александр Попов продемонстрировал изумленной публике первый сеанс радиосвязи. С 1945 года эта дата стала официальным праздником – Днем Радио. Сегодня нашу традиционную рубрику «Это интересно» мы посвятим ведущим FM-станций и их образом в современном кинематографе. В 2008 году, воодушевленный успехом своего первого фильма «День выборов», участники юмористического театрального проекта «Квартет И» решили перенести на большой экран свою самую популярную постановку под названием «День радио». Картина описывает один день из жизни абстрактной московской радиостанции под названием «Как бы радио». Накануне проведения масштабного живого марафона с участием большого количества российских рок-групп креативный отдел узнает, что тема марафона уже активно муссируется в эфире конкурирующей радиостанции. У работников «Как бы радио» есть всего несколько часов, чтобы придумать другую актуальную тему для марафона. Помимо непосредственных участников «Квартета И» в съемках фильма также принял участие Михаил Козырев, прошлом программный директор таких радиостанций, как «Ультра», «Максимум» и «Наше радио». также участники популярных рок-коллективов, таких как «Чаев», «Муми-тролль», «Вопли видоплясово», «Несчастный случай», «Ночные снайперы», «Ногу свело» и других. Фильм «День радио» произвел эффект разорвавшейся бомбы и стал очень популярен среди телезрителей и критиков. В 2009 году британским режиссером Ричардом Кертисом был снят фильм «Рок-волна», действие которого происходит в 1966-м. Герои картины – ведущий пиратской радиостанции «Радио-рок». вещающий с корабля, дрейфующего в нейтральных водах Северного моря. В середине XX века компания BBC, монополизировавшая радиоэфир, посвящала рок-музыке меньше часа в день, чем породило возникновение подобных неофициальных радиостанций. Прообразом «Радио-рок» стало реально существовавшее в то время судно под названием «Радио Кэролайн», на борту которого был установлен 10-киловаттный передатчик. Картина получилась легкой, динамичной, пропитанной духом свободы и бунтарства. Главные роли в фильме исполнили звезды кинематографа Билл Наи, Филипп Сеймур-Хоффман, Кеннет Брэна и многие другие. В русской же версии фильма телезритель не без труда узнает голоса ведущих радиостанций «Маяк» Антона Камолова, Сева Новгородцева, Романа Трахтенберга, Сергея Стилавина, Тутты Ларсен и Ольги Шелест. Тема пиратской радиостанции также поднимается в фильме 90-го года «Прибавьте громкость» канадского режиссера Аллена Мойле. Герой картины – интеллектуальный и застенчивый подросток Марк, который, используя коротковолновый передатчик, открывает собственную радиостанцию, в эфире которой он ставит недозволенную музыку и обсуждает актуальные молодежные темы. Радио становится популярным среди студентов, однако власти колледжа хотят положить конец незаконному эфиру. Фильм «Прибавьте громкость» получил широкое признание на территории Канады, а спустя много лет стал культовым произведением и в других странах. Роль юного бунтаря сыграл Кристиан Слейтер, для которого этот фильм стал одной из вех актерской карьеры. Более 40 лет назад, в 1971 году, знаменитый американский актер Клинт Иствуд решил попробовать себя в качестве режиссера. Его дебютной лентой стал триллер «Сыграй мне перед смертью». В нем рассказывается о популярном калифорнийском дисджекее Дэйви, которому в эфир постоянно звонит одна и та же девушка. Увлекшись этим знакомством, Дэйв забывает о предосторожности и вскоре будет вынужден бороться за собственную жизнь. Эта картина показывает обратную сторону популярности известных радиоведущих, которые зачастую становятся объектами преследования сумасшедших фанатов. Для Клинта Иствуда этот режиссерский дебют стал весьма удачным, как и для исполнительницы главной роли Джессики Уолтер, которая была номинирована на премию «Золотой глобус». На сегодня это все. Смотрите кино. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok